Здравствуйте! В эфире программа «Наш день» в студии Никита Потипалов. В начале выпуска коротко о главных его темах. Уровень проседания грунта хорошо заметен по свалке. За месяц ее высота упала примерно на 20 метров. Угроза над головокружительным серпантином. На Холмском перевале сошел оползень, возможен повторный. Одна полоса дороги уже покрылась трещинами. Не повторяется такое никогда. В южно-сахалинских школах прозвучали последние звонки. В новую жизнь выпускников провожали под звуки вальса. Не совсем без алкоголя. В День трезвости корреспонденту АСТВ все же удалось сделать несколько запрещенных покупок. Нас одарила администрация таким благом цивилизации, как мусорный контейнер. Какая чудная игра! Муниципалитет вынужден прятать контейнеры, чтобы жители не создавали вокруг них несанкционированные свалки. Как бюджет мы несем потери. А компенсировать эти потери мы можем только за счет собственников жилья. Белые банты, воздушные шары, школьный вальс – все для виновников торжества. Последние звонки с 23 до 25 мая прозвучат во всех островных школах для более чем двух с половиной тысяч одиннадцатиклассников. Какой видят свою жизнь ребята за стенами школы? Узнавала Светлана Нигматулина. У выпускников сегодня определенные многолетними традициями дресс-код. Белые банты, яркие ленты. После 10 лет учебы они неразлучны и по привычке на школьном дворе что-то обсуждают. Ловят фотоаппаратами моменты, которые не повторятся никогда. К такому дню едва ли можно быть по-настоящему готовым. Они закончили школу. Их гордо величают выпускниками. Я даже не осознаю то, что я закончила школу. Все как-то очень сумбурно. Еще ничего не поняла. Сложно поверить? Да, сложно поверить, как будто просто лето скоро будет, а потом опять первое сентября. Очень волнуешься, переживаешь за свою судьбу, переживаешь за то, что тебя ожидает. Это новая жизнь, взрослая жизнь, мне еще неизведанная, самостоятельная жизнь. Давайте встретим бурными аплодисментами выпускников 2018 года. Сколько звонков прозвучало к началу уроков и на перемены за все школьные годы уже не счесть. Но сегодня прозвенит последний для выпускников школ. Ноты радости, грусти и немного свободы. Ведь ребята отправляются в новую, взрослую жизнь. От первой домашней работы до защиты проектных задач. В сахалинских школах более 7 тысяч выпускников 9-11 классов в предвкушении новой жизни. Но прежде им предстоит поставить точку в пройденном курсе среднего и общего образования. Пройти испытания государственной итоговой аттестации. Нас ожидает ЕГЭ, поэтому все эти дни предстоящие мы будем готовиться. Они будут очень волнительными и серьезными. Мы в предвкушении чего-то нового, каких-то открытий. Мы к этому стремимся. Да, новых эмоций, нового опыта. Конечно, грустно школу покидать, но чувство того, что впереди нас ждет что-то еще лучшее, чем сейчас мы имеем. Мы будем строить свое прекрасное далеко. А ведь и они когда-то были первоклашками. Эти моменты сегодня, не скрывая волнения, вспоминают родители. Дай Бог, чтобы все у них прошло нормально. ЕГЭ, дальнейшее поступление в высшие учебные заведения. Чтобы у них было все ровно на их начинающемся взрослом жизненном пути. Очень грустно. Время пролетело очень быстро. Как-то неожиданно все это. Слезы на глазах. Вроде еще свой выпускной помнишь, а тут уже дочь выпускается. Куда уходят новые выпускники сразу после торжественной линейки, догадаться несложно. В городской парк. Здесь с дружным классом они встречались не раз. А сегодня день особенный. Еще немного и разлетятся они по разным городам и странам. И в своей новой взрослой жизни, возможно, не раз повторят. Школа, школа, я скучаю. Действительно ли последний звонок в Южно-Сахалинске – день без алкоголя? Его продажа в среду была официально запрещена. Проверить, можно ли уговорить продавца сделать небольшое исключение, отправился корреспондент АСТВ. А можно мне, пожалуйста, АСАХи поставить садом для? Вежливый школьник? Два разницы. А это имеет значение. Школьник или школьник? Конечно. Сегодня для всех? Сколько? Один АСАХи. У нас выкают. Да. Ариша? Да. Сколько? А может, мне, пожалуйста, как раз-вала? А педагоги не считаете? Ну, школьник, понимаете, да? Или всем вообще? Школьник, в принципе, нельзя. А, и то есть вообще никак не выбирать? Напомню, нарушителям положен штраф должностному лицу от 20 до 40 тысяч рублей, а владельцу торговой точки придется раскошелиться на несколько сотен тысяч. Режим повышенной готовности в Холмске. На перевале в районе свалки сошел оползень, и угроза сохраняется. Грунт может снова начать движение, на этот раз вместе с дорогой. Одна полоса уже покрылась трещинами. Причинами, по которым произошло ЧП, заинтересовались в прокуратуре города. Холмский перевал – визитная карточка острова. Головокружительный серпантин почти лишает слуха, но не хороших эмоций. Единственным минусом живописной трассы многие сахалинцы считают свалку, расположенную впритык. Пока не проведены изыскательские работы, никто не рискует утверждать, что стало причиной оползня. Активизация произошла в ночь с 15 на 16 апреля. С тех пор процесс хоть и медленно, но набирает обороты. Это видно невооруженным глазом. Уровень проседания грунта хорошо заметен по свалке. За месяц ее высота упала примерно на 20 метров. В дальнейшем планируется скрывать одну полосу. Специалистам нужно понять, что происходит внизу. Но чтобы не ограничивать движение, вдоль сопки сейчас прокладывается дополнительная полка для автомобилистов. Дорога была построена более 20 лет назад. И до этого здесь не возникало подобных ситуаций. Сейчас автомобилистам уже сузили пространство. На полосе, которая ближе к обрыву, образовались трещины. Внизу идут работы по созданию подпорной стены. Это все временные меры, пока вопрос проходит стадию основательного изучения. Предварительные версии есть у ученых. Тело полигона было пригружено обоем бетонных изделий. Вкупе с интенсивным таянием снега это и привело к возникновению оползня. Опять же, там есть такое красивое озеро Надежды, которое, видимо, придется спустить. Просто если оно останется, оно все будет приводить. Это одна из причин активизации, но это чисто природная причина, что фильтруется вода от озера Надежды под полотном автомобильной дороги. Свалка продолжает функционировать. Другого варианта для сброса отходов просто нет. Она принимает до 80 тонн ежедневно. Сейчас все работы производятся на максимальном удалении от проблемного места. В самом Хомске введен режим повышенной готовности. Информация о состоянии дороги поступает в администрацию района каждые два часа. Определяются дополнительные пути движения транспорта. Через Невельский, Лезловецкий перевал проверяется дорога через Пятеречья, через распадок Яблочный. Естественно, существует дорога через Хомск-Тамари, но это совсем далеко. Ну и проверяется количество топлива, необходимых продуктов в городе на тот случай, если ситуация будет развиваться неконтролируемо. Сроки проведения изыскательских работ пока не уточняются, но, как отмечают в администрации Хомского района, ситуацию держат на контроле в областном правительстве. Угроза обрушения части дороги сохраняется. На Шикотане начнут асфальтировать дороги. Современное покрытие получит 10-километровый участок трассы между селами Малокурильское и Крабозаводское. А в самих населенных пунктах новое дорожное полотно будет уложено на четырех центральных улицах – Советской, Терешково, Торговой и Комсомольской. Завершиться работы должны в 2020 году. Такая информация прозвучала на встрече губернатора Олега Кожемяка с жителями Шикотана. Сейчас документация находится уже на экспертизе. Экспертиза вносит кое-какие корректировки. Тот проект, который мы подали, стоимость порядка 850 миллионов рублей. И рассчитываем, что в этом году начнутся работы. На встрече жителям напомнили, что они сами могут повлиять на благоустройство острова, создать так называемые территории общественных самоуправлений. На идеи сахалинцев и курильчан из бюджета выделяется 99% от всех необходимых средств. В областном правительстве обсудили перспективы газификации транспорта. Сахалинцев призывают активнее переводить свои автомобили на голубое топливо. Говоря о плюсах, специалисты в первую очередь упоминают финансовую составляющую. В среднем газ втрое дешевле жидкого топлива. А на переоборудовании автомобилей предусмотрены меры государственной поддержки. Автомобили, работающие на газе, сегодня уже не новость. По городу курсируют пассажирские автобусы и есть даже экотакси. В областном центре функционируют две станции, где можно заправиться голубым топливом. Однако переход на газ в целом по стране идет медленно, несмотря на то, что государственная поддержка в этой сфере работает уже более четырех лет. Этой теме был посвящен круглый столб в правительстве области. Участниками стали руководители учреждений и предприятий, представители компаний, поставляющие на сахалинский рынок газомоторную технику и оборудование. Развитие газомоторной техники, безусловно, идет. И плюс в том, что мы можем отдаленные районы заправлять. Это пак с передвижного автогазозаправщика, вывозить туда газ и заправлять потребителей, чтобы потребители потихонечку переходили на газ, а уже потом, когда объем машин достигнет какого-то определенного количества, уже там строить стационарную станцию. Он очень дает сэкономить большой процент денежных средств по сравнению с дизельным топливом. Также экологическая сторона тоже очень влияет на этот вопрос. Но есть трудности технического уровня, которые требуются решить. Для России использование газомоторного топлива важнее, чем рост количества электромобилей. Об этом говорил Владимир Путин. Президент сделал акцент на улучшение экологической обстановки и переход транспорта на газ назвал приоритетным направлением. Сегодня в лидерах общественный транспорт, а вот автомобилисты не спешат. Хотя экономия очевидна. Природный газ в три раза дешевле нефтяного топлива. В этом убедились водители автобусов. Проезжаешь весь город, но за день по 200 километров наматываешь. Даже еще хватает газа на весь полный рабочий день. На случай того, что если заканчивается газ, то этот бензин для того, чтобы добраться до заправки. А так, допустим... А, это, скажем так, страховочное, да? Да, да, да. Потому что у него есть и бензин, и газ. Вот. Если конкретно газовый, да, то так как заправка пока у нас одна в Южно-Сахалинске, да, то поэтому, конечно, за пределы куда-то на север, да, то есть это ближайшие города, он, конечно, можно использовать. Поэтому, если бизнес находится в Южно-Сахалинске, в основном передвижение, да, то есть по Южно-Сахалинску, то это очень выгодно, там, в пределах 40 процентов вы будете экономить просто на топливе. За переоборудование автомобиля, конечно, нужно раскошелиться. Стоит комплект в пределах 30-40 тысяч рублей. Однако водителей волнует не сколько финансовый вопрос, сколько ограниченное количество заправок. В областном центре работают только две. Тем не менее, область готова предоставить всем сахалинцам субсидию на переоборудование транспорта. Заявку можно оформить на сайте правительства области. В разделе «Газомоторное топливо». А сейчас о необычных приключениях мусорного контейнера. Наша съемочная группа сегодня отправилась в дачный массив в районе Ласточки. Людей, неравнодушных к экологической обстановке, волнует судьба бункера для сбора отходов. Долгое время он стоял на перекрестке Холмского шоссе с улицей Памятной. Вокруг него неоднократно образовывалась стихийная свалка. Теперь контейнер перевезли, но проблему это не решило. Все подробности в рубрике АСТВ Информатор. Вот она, та самая площадка, где стоял контейнер, вспаханная на днях и похоронившая много-много отходов. Теперь тут установлен аншлаг с угрозами. Казалось бы, есть свет в конце тоннеля. От стихийного мусора, по крайней мере, на этом перекрестке, Южно-Сахалинску удалось избавиться. Розовые очки с наших глаз снимает Николай. За мост через реку Владимировку переехал бункер. Всего за день тут также набирается мусора с горкой и вокруг. Она не организована абсолютно. Она ничем не огорожена. Она просто установлена около столба. Ее закинули просто беспорядочно. Вчера, буквально, 21 числа, если не ошибаюсь, она была установлена еще на обочине дороги. Ее просто оставили для того, чтобы установить выровни площадку под нее. Народ не стал ожидать ее установки, монтажа полноценного на нужном месте. Просто начали сбрасывать мусор в нее. Естественно, как всегда, она переполняется. Ее окружили мусором уже просто создали уже тотальную свалку. Казалось бы, ну контейнер, ну свалка вокруг него чем-то тут удивишь российского обывателя. Но когда мы обратились в городскую администрацию, то выяснили интересные подробности. Получается, какая-то чудная игра. Муниципалитет в буквальном смысле был вынужден спрятать этот несчастный контейнер, чтобы вокруг него не создавали еще более величественную несанкционированную свалку. Вы помните, какой там ужас творился, да? Там не только приезжали жители СНТ и складывали свой бытовой мусор. Туда же привозили технический мусор, юридические лица, строительные компании, компании по производству окон, магазины, какие-то промышленные базы. По статистике, эта точка вывозила 750 кубов в месяц. Это 12% от общего количества мусора, который мы возим с несанкционированных свалок в городе. Иными словами, в контейнер на перекрестке летело все и ото всех, кто желал избавиться от мусора. И неважно, каких объемов. Что же с новым местоположением, также по словам представителей администрации, это вовсе не желание ухудшить на дачах экологическую обстановку. Район растет, и теперь здесь не только помидорчики с огурчиками выращивают, но и полноценно живут. А санкционированных точек для сбора мусора как не было, так и нет. Мы, в принципе, целый год пытаемся довести до председателя СНТ о том, что вышло постановление правительства Сахалинской области, где в обязательном порядке прописано, что ответственность за организацию вывоза, организацию оборудования, контейнерных площадок для твердокоммунальных отходов лежит на управлении СНТ. В общем и целом в Южно-Сахалинске сегодня 226 садоводческих товариществ, но договоры на вывоз мусора заключили только четыре. Вроде, говорят, в администрации деньги есть, и они готовы платить, но основная проблема – нет места для организации контейнерных площадок. Пока председатели взяли длительный тайм-аут, бункер установил муниципалитет и вывозит все за свой счет. Так, уверяет, мы хоть как-то концентрируем мусор, чтобы не заниматься потом ликвидацией стихийных свалок в полях. Ведь если убрать контейнер, то есть опасения, что, скорее всего, так и будет. Неравнодушный Николай смотрит на проблему еще под одним углом. Он призывает соотечественников не заваливать бункер всевозможными отходами сверх нормы. Ведь из-за этого мы сами создаем бардак вокруг себя. Если народ воспримет эту информацию хоть как-то для себя в благом направлении и перестанет этим заниматься, создаванием бардака вокруг себя, я думаю, мы будем жить гораздо более цивилизованно и чисто. Далее в эфире обзор преступлений и происшествий в рубрике «Точка отсчета». На Ловецком перевале в результате автокатастрофы погиб мужчина и пострадали две женщины. Трагедия произошла в обеденное время. По предварительным данным водитель Toyota Land Cruiser Prado не справился с управлением, съехал в Кювет, столкнулся с бетонным ограждением водостока, перевернулся и загорелся. На помощь пострадавшим пришли очевидцы аварии. Они сумели вытащить из пылающего автомобиля двух женщин. Также удалось спасти и собаку, находившуюся в салоне авто. Страшная участь постигла их спутника. На месте происшествия работают спецслужбы Невельска. Причины трагедии выясняются. Южно-Сахалинский городской суд вынес приговор убийцы Лиды Зеленюк. Напомню, в октябре прошлого года девушка бесследно исчезла, а 1 декабря был найден ее труп. В ходе расследования оперативники вышли на 26-летнего уроженца Украины Игоря Татаринова. Его вину удалось доказать. По нашим данным, подсудимый, пытаясь избежать наказания, ссылался на неудовлетворительное состояние здоровья. Говорил, что не уверен в том, что совершал убийство. Однако, 1 декабря 2017 года он сам показал место, где ее задушил. Кроме того, преступник снял с девушки золотые украшения и забрал ее телефон. В колонию строгого режима убийца 21-летней Сахалинки отправится на 9,5 лет. Велосезон в Южно-Сахалинске официально открыт. Вместе с приятными моментами любители прокатиться могут ждать неурядицы криминального характера. Оперативники городского ОВД уже задержали два криминальных дуэта, специализирующихся на угонах велосипедов. В первом случае это были молодые люди, а несколько дней назад и вот эта парочка, которая проникала в подъезды и с помощью мощных щипцов снимала замки и спокойно уезжала. Чтобы с вашим велосипедом такого не случилось, не стоит забывать о простых правилах. Оставлять велосипеды только на своих закрываемых квартирных площадках или дома. Никогда не передавайте свой велосипед под присмотр незнакомым людям. Сохраняйте документы на велосипед. Сделайте себе его фотографии. Перепишите номер рамы. Можете как-то пометить специальный велосипед, чтобы в будущем он может было идентифицировать. И информация для родителей. Чтобы не стать фигурантами уголовного дела, обязательно интересуйтесь у детей, откуда они взяли вещи, которые приобретали не вы. Случаев, что у ребенка может оказаться ворованная вещь, зарегистрировано достаточно. И цифры статистики за последние несколько недель уже зафиксированы с десяток велосипедных краж. Сахаринская полиция и родственники просят помощи в розыске без вести пропавшего 55-летнего Николая Владимировича Ревенко. 13 марта он ушел из дома и до настоящего времени о его судьбе ничего не известно. Приметы росту 80 сантиметров среднего телосложения, носит очки, на груди слева татуировка, голова тигра с открытой пастью. Был одет бежевая куртка средней длины, светлые джинсы, коричневые ботинки. Все, кто видел пропавшего или знает, где он находится в данный момент, просят звонить по телефонам, указанным на экране. Победительница проекта «Леди русской радио Сахалин» Анна Цымбал скоро украсит голубые экраны и баннеры острова. О старте конкурса объявили в начале весны. Фото прекрасных участниц были размещены на сайте stv.ru. С помощью голосования определили 14 финалисток. На выставке «Свадебный мир-2018» красавицы приняли участие в двух дефиле. В итоге наибольшее количество баллов от жюри и зрителей набрала именно Анна Цымбал. Сегодня девушку ждали визажист, фотограф и видеооператоры. В ярком романтичном образе Сахалинка приняла участие в фотосессии, а также снялась для промо-ролика «Русского радио». Анна примет участие во всех промо-проектах радиостанции в этом году. Захотелось принять участие, так как мне нравится эта сфера деятельности, модельный бизнес. И решила поучаствовать, попытать свои силы. Это несомненный опыт. И как-то на сцене, мне кажется, раскрепощаешься больше, а мне это необходимо. Там девочек, ну, очень много красивых было, с кем я задружилась, можно так сказать. Не ожидала, честно, потому что конкуренция была, действительно, не ожидала. На этом все. Больше новостей найдете на сайте stv.ru. А я с вами прощаюсь. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok